приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 6 апреля поговорим о церковном празднике по поговорим о том что нужно сделать в канун благовещения также поговорим о народных приметах народном календаре и что можно и чего категорически нельзя делать прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео в комментарии напишите я принимаю все мыслимые и немыслимые блага вселенной истина да будет так не забудьте вначале прописать ваше полное имя пусть вселенная это приумножит вашей жизни православной традиции 6 апреля отмечается память трех святых монаха захария преподобного иакова и святителя артемия и в этот день 6 апреля после обеда все начинают готовиться к благовещение но этот день имел особое значение в церковном календаре и отмечался праздничными богослужениями молитвами и чтением гимнов в честь этих святых традиционно в этот день соблюдается пост что добавляет к этому дню особое благочестие давайте каждому святому уделим чуточку внимания и так святитель захарий известный также как захарий постник представляет собой яркий образ аскетического подвижника и монаха его жизнь была посвящена строгим аскетическим практикам и молитвенному труду великое почитание которым он пользуется православной церкви свидетельствует о его духовном величии и особом статусе в истории православия преподобный яков и святитель артемий также являются знаковыми фигурами в православной традиции их жизнь отличалась глубокой верой благочестием и монашеским подвигом их пример вдохновляет верующих на стремление к духовному совершенствованию и соблюдению христианских ценностей легенда связывает этот день с покровительством святых захария и артемия над верующими и благословением населенных мест празднование их памяти напоминает верующим о важности духовной жизни и молитвы этот день также призывает нас к смирению и самоотречению перед лицом божьим традиционно в этот день верующие собирались в храмах для участия богослужениях старались воздержаться от пищи и если делали молитвенные практики кроме того стоит отметить что празднование памяти святых захарий артемия и якова призывает нас к обновлению духовных стремлений к сокращению внимания к мирским притязаниям их сосредоточению на вечных ценностях и духовном росте этот день напоминает нам о важности следования пути праведности и милосердия оставаясь преданными учению иисуса христа и примеру святых также 6 апреля это важная дата в православном календаре поскольку она является кануном одного из самых значимых христианских праздников благовещения пресвятой богородицы этот день предшествующий радостному возвещению людям о земном предшествии иисуса христа имеет духовное значение для верующих праздник благовещения отмечается 7 апреля а его канун 6 апреля является временем подготовки к этому великому событию этот день христиане вспоминают ангельское явление богородицы архи гавриилом с вестью о рождении спасителя мира это был момент когда дева мария приняла на себя святое призвание стать матерью божьей и родить сына всевышнего канун благовещения это время особой молитвы покаяния и подготовки к принятию божественной благодати верующие собираются в храмах для совершения богослужения и участия в святых таинствах особое внимание уделяется чтению евангельских текстов которые рассказывают о событиях благовещения а также молитвам богородицы за ее доступничество и помощь в этот день также соблюдается и строгий пост который помогает верующим очиститься духовно и подготовиться к встрече праздника пост является символом самоотречения и смирения что помогают верующим укрепить свою веру и приблизиться к богу канун благовещения напоминает нам о величии и милости божьей которая явилась через богородицу это время призывает к вниманию к духовным ценностям к смирению и покаянию верующие приходят в храм и с благодарностью за дар жизни и с молитвами о благословении и заступничестве божьей матери а вот в народном календаре этот день назвали как артемии артемон дириполос день захарии яковы захарий постник захария канун благовещения или похвала как мы уже сказали ранее в этот день празднуют память святого артемия и святого артемона это были первые христианские мученики и пастыри их жизни подвиги служили примером верности и преданности богу также обращаем ваше внимание это день был известен как захарий постник и это говорило о том что пост является важной практикой в православии которая символизировала самоотречение и духовное очищение святой захарий стал известен своим строгим постом и преданностью своей вере также обращаем ваше внимание что 6 апреля это день который носит особенное значение в преддверии одного из важнейших христианских праздников это благовещение пресвятой богородицы этот день люди с разных уголках мира соблюдали древние обычаи и традиции которые помогали им подготовиться к этому светлому событию традиционно на канину неблаговещения хозяйки в домах активно занимались уборкой и приготовлением они наводили порядок в своих домах и дворах придаваем особенную чистоту и уют одним из распространенных обычаев того времени было натирание вымытых лавок можжевельником растением которое считалось главным защитником от злых духов также в этот день женщина окуривали зимние вещи дабы избавиться от негативной энергии и подготовиться к весеннему обновлению важным аспектом подготовки к благовещению являлся строгий пост люди соблюдали правила воздерживаясь от пищи животного происхождения и тяжелой пищи это время было самоочищение духовного подъема когда верующие стремились очистить свое тело и душу перед великим событием в это время мужчины тоже активно участвовали подготовки к празднику они занимались ремонтой ремонтом и починкой инвентаря работали в саду придавая ему ухоженный вид вместе с женщинами они помогали создать атмосферу праздника и радости в своем доме среди многих привычек связанных с этим днем есть была одна особенно яркая это обычаи сжигания старой соломенной набивки матрасов поломанных предметов быта или прочего хлама этот ритуал который казался на первый взгляд простым обрядом в сущности обладал глубоким символическим значением и своего рода магической силой и вообще сам по себе захаре ассоциировался с началом весеннего обновления и очищения и наши предки в этот день проводили своеобразный ритуал считая что сжигание старых ненужных вещей помогает избавиться от от обременительного прошлого сделать место для новых начинаний и для благосостояния старая полома соломенная набивка матрасов сломанные предмета быта и другой хлам рассматривались как символы прошлых бед и неудач которые мешали привлечению удачи и процветания поэтому крестьяне верили что их сжигание на день захария способна избавить от негативных энергий и привлечь счастья в дом этот обычай также имеет свои корни в магическом понимании где огонь рассматривается как символ очищения и обновления поэтому сжигание старых вещей сопровождалась молитвами определенными магическими словами направленными на изгнание негатива и привлечения благополучия в дом вера в силу святого захария прочно укоренилась в преданиях и обычаях наших предков став символом защиты от нечистой силы и признаком благополучия для дома и семьи согласно народным приметам даже само упоминание имени захария в разговоре вызывало ужас у нечистой силы и заставляло злобные духи покидать дома где святой был почитаем и молитвы к нему велись захарий который известный как постник обладал особым уважением среди верующих его день 6 апреля становился особым моментом для домашних обрядов и молитвенных практик посещение церкви в этот день для освещения семян приготовленных для посадки являлась древним опычием оберегающим урожай и обеспечивающим хороший рост растений верили что благословенные семена внесенные в землю в день захария приносили богатый урожай и обеспечивали семью продовольствием на все времена кроме того вера верования и обряды связаны с ночью на 7 апреля апреля имели особое значение для незамужних девушек которые с нетерпением ожидали благословения свыше по преданию в эту ночь когда церковь проводила всеночное обдение верующие девушки не ложились спать а проводили время в молитвах и размышлениях надеясь на благословение господа бога найти достойного супруга этот обычай был обусловлен верой в могущество молитв и священную силу ночи когда духовное пробуждение могло принести особую благодать для незамужних девушек это был особенно важный момент поскольку они считали что их преданность вере и бдительность в ночь на 7 апреля может привлечь в их жизнь духовное партнерство и найти истинную любовь которая была благословена благословлена свыше 6 апреля это день на который приходится несколько обычая в которые сохраняясь давних времен и до сих пор применяются в нашей жизни первые обычаи который стоит упомянуть связан с завершением всех неотложных дел связанных с физическим трудой трудом или уборкой по дому это может включать себе ремонтные работы уборку территории или другие задачи которые требуют физического напряжения завершение этих дел в этот день считается благоприятным и способствует гармонии в доме важной частью традиции этого дня является посещение вечерней службы в храме перед этим семья совершает обход дома трижды с молитвами этот обряд напоминает о важность духовной связи и защиты дома от всякого зла такая молитва перед тем как отправиться в церковь является традиция которая продолжает жить в сердцах верующих еще одним обычаем этого дня является разжигание костра во дворе недалеко от калитки и все ждали до тех пор пока он полностью не прогорит этот обряд считает обряд считался защитным и направленным был на защиту дома от злых людей и духов веками люди верили в магическую силу огня и его способность очищать пространство от негативной энергии и наконец на этот день существовало поверь я именно о том что лучше носить обувь без шнурков а одежду без пояса и не завязывать узелки на нитках или веревка этот связан традиционной верой в то что определенные виды узлов могут привлечь негативную энергию или принести к сожалению несчастье для многих людей именно этот день имел особое значение так как к нему можно было судить о том каким будет лето согласно народным приметам если 6 апреля наблюдается ясная солнечная погода то лето обещает быть теплым и сухим однако если день проходит под дождем или сильным ветром то ли это скорее всего будут дождливым и прохладным кроме того народные предания обращать внимание на такие признаки как появление и не на ветвях деревьев если и не присутствует то это рассматривается как предвестник теплого лета также важно наблюдать за поведением птиц и насекомых если их много это считается благоприятным знаком для будущего урожая но если их численность мало то ожидается не урожайный год теперь давайте поговорим о том что нельзя было делать 6 апреля по народным приметам традициям и обрядом первое что на что стоит обязательно обратить свое внимание это на обеспечение комфортной атмосферы для сна в этот день темные силы согласно народным приметам могут пугать спящих страшными криками и воем поэтому не рекомендуется засыпать в жарком и закрытом помещении перед сном желательно проветрить комнату а в идеале спать при открытом окне или форточке прикрывшись теплым одеялом это не только обеспечит свежий воздух для здорового сна но и поможет избежать возможных негативных воздействий темных сил также в этот день не следует отказываться от ужина он приобретает особое значение так как за вечерние трапезы собирается вся семья важно помнить о традиции помолиться и вспомнить умерших родных и близких попросив их защитить живых от бед и любых несчастье этот обряд является не только проявлением уважения именно к предкам но и способом обрести душевный покой и защиту от потенциальных опасностей первое что следует обратить внимание это поведение незамужних девушек которые мечтают о создании своей семьи старинные народные приметы советуют и не сидеть вечером дома а посетить церковь где отстоять где отстоять всеночную молитву считается что это может привести к встрече со второй половинкой в течение года последствий и к счастливому венчанию кроме того не рекомендуется в день захария приглашать гостей в дом или самим ходить в гости это может нарушить гармонию принести неудачу вместо этого следует уделить особое внимание своей семье и близким а также позаботиться о детях и о старших родственниках прежде всего необходимо также обратить особое внимание на порядок в доме недопустимо что в этот день в доме царил беспорядок рекомендуем провести тщательную уборку помыть полы и мебель а также обработать углы помещения можжевелым отваром который считается достаточно сильным оберегом от злых духов также в этот день стоит освободить шкафы и кладовые от старых и ненужных вещей которые следует сжечь на костре также в день захарий не рекомендуется вязать узлы поскольку они могут стать помехой в достижении поставленных целей также в этот день не следует сосредотачиваться на мыслях о деньгах и прибыли дело в том что мысли направлены на прибыль или наживу могут привести к неожиданным тратам бесполезным покупками и финансовым потерям поэтому лучше этот день подход для осмысленного отдыха от забот о деньгах и концентрации на более важных аспектах жизни такие как духовное благополучие забота о близких и саморазвитие вот такой друзья на с вами день 6 апреля мы всех поздравляем с наступающим благовещением всем желаем изобилия достатка и благополучия друзья прямо ставьте сейчас лайк этому видео если вы еще не поставили но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео